ЗВОНОК В ДВЕРЬ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района столицы. Согласно распоряжению в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханов, Кюрдаханы, Маштага, Рамана и Сабунчи, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7 млн 500 тыс. монатов. Продолжается строительство автомобильной дороги Талыш-Тапкоголин-Лога-Шалты, фундамент которой был заложен в Тер-Терском районе. Новая автомобильная дорога протяженностью 22 км соединит 4 населенных пункта. На участке первых 9 км дороги снят непригодный грунт, уложено новое дорожное полотно и дорожное основание. Выполнены работы по строительству новых водопроводных труб, прямоугольных переходов. В настоящее время продолжаются работы на участке дороги от Инджачай до села Гашалты, Гарагой-Лога. В рамках проекта над рекой Инджачай строится автомобильный мост длиной 84 метра. Строительство новой автодороги Талыш-Тапкоголин-Лу-Санаторий Гашалты планируется завершить до конца текущего года. Строительство новой дороги, которая протянется через села Талыш-Тер-Терского района, Тапкоголин-Лу и Гашалты-Гарагой-Лу-Герамбойского района в направлении города Нафталан внесет вклад в социально-экономическое развитие региона. Также, будучи альтернативной, наряду с городом Тер-Тер обеспечит комфортное и безопасное движение в этом направлении из города Нафталан. При организационной поддержке Госкомитета по работе с диаспорой группа представителей диаспоры посетила Шушу. Восчисленные в рамках проекта «Мы в Шуше» благодаря силе «Железного кулака» поездки приняли участие 130 представителей диаспоры из 27 стран. Гости посетили главную площадь нашей культурной столицы Базар-Баши, Джидыр-Дюзе, побывали на площади, где размещены подвергившись армянскому вандализму расстрелянные бюсты, подписана Шушинская декларация, а также с Генжинскими воротами, мечетями Ашагы и Юхары-Гёферага и другими достопримечательностями. Они также ознакомились с проводимым в нашем древнем городе. После военный период работаем мы по реконструкции и благоустройству. В нашей столице продолжается саммит молодежи Движения Неприсоединения. Какие важные вопросы его участники обсуждали на третий день мероприятия, узнаем в следующем видеоматериале. Третий день саммита молодежи Движения Неприсоединения с участием молодых делегатов более 60 стран-членов. Тема сегодняшнего дня немного отличается. Так, в рамках саммита состояла симуляция заседания Движения Неприсоединения на высоком уровне. Причем участники представляли не свои, а другие страны. И, исходя из перспектив разных государств, подвигали различные пути решения проблем согласно кризисному сценарию. Участники оценивают это задание в качестве основного опыта с точки зрения демонстрации различных подходов по приоритетным направлениям постпандемийного периода. Я выступил как представитель Сейшельских островов. Наша тема в основном затрагивала проблемы голода и продовольственной безопасности. Несмотря на то, что Сейшелла страна небольшая, она богата природными ресурсами. Однако импорт более 68% своих потребностей в продовольствии говорит о неверной стратегии страны. По этой причине страны-члены Движения Неприсоединения должны помогать друг другу путем расширения дипломатических связей. Я очень горд, что представлял королевство Марокко. В основном мы обсуждали проблемы продовольственной безопасности в мире после пандемии COVID-19. Прозвучали довольно интересные идеи. Так мы, дипломаты, много узнали друг у друга. Я представляла Гвинею. Мы решили, что начав думать инновационно и очень серьезно, мы должны сменить стратегии и перестроить планы. Только в этом случае мы сможем справиться с вызовами. Наряду с индустриализацией мы должны обеспечить и разнообразие сельскохозяйственной системы. Во время обмена мнениями в качестве стран-члены Движения Неприсоединения мы использовали опыт друг друга. Инновационный подход молодежи к этим идеям может внести вклад в разрешение глобальных кризисов. Отметим, что это первый саммит молодежной сети, учрежденный в октябре 2021 года. Основная цель проведения мероприятия – обсуждение возможности становления молодежной сети Движения Неприсоединения международной структурой. Саммит продолжится до 29 июля. Сакина Гачиева, Халит Алиев, Нюльфер Аслан Зайта, Новости АСТВ. Проект 12-й международной летней школы мультикультурализма «Мультикультуральная политика» как ключ к глобальному и региональному миру продолжил работу в ЩАКе. Участники летней школы в течение четырех дней ознакомятся с историческим городом и окрестными районами. В 12-й международной летней школе мультикультурализма участвуют более 20 студентов, ведущих университетов в 14 стран. Цель – продемонстрировать зарубежным студентам реалии мультикультуральных и интелерантных ценностей в нашей стране, познакомить с работой в этом направлении. Это мой первый приезд в Азербайджан. Я очень интересовалась вашей страной, но не представляла, как богата культурная, религиозная и политическая жизнь Азербайджана. Я восхищена. «Я несколько раз была в Азербайджане. Восемь месяцев училась в университете Ада. Очень интересная история, культура Азербайджана, и поэтому я сегодня здесь. Летняя школа проходит очень интересно. Город Щеки – очень красивое место». Участникам летней школы прочитали лекции о мультикультурализме, толерантной атмосфере, этническом и религиозном многообразии в нашей стране. Их подробно проинформировали о мирном сосуществовании представителей различного народа в Азербайджане. Они также побывают в комплексе Карван-Сарай и Дворца Шекинских ханов, в Гебалинском селе Ниж, где компактно проживают Удины, в Албана-Удинской христианской церкви, храме Кюрмюк в Гахе. В завершении летней школы участникам проекта 12-го международного мультикультурального проекта будут вручены сертификаты. Алис Амедов, Ибрагим Истафаев, Сабина Алиева, Новости АСТВ. В этом году около 10 тысяч лиц получат образовательные студенческие кредиты. Также определены цели в обновлении материальной и технической базы образования. Об этом заявил министр образования Эмин Амрулаев на брифинге по вопросам стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы. Сегодня в детских садах свободно 36 746 мест, которые распределены по-разному в зависимости от регионов. В последней информации в системы включены данные 17 247 детей. В этом году при зачислении ребенка в дошкольное учреждение приоритет будет отдан работающим родителям. В настоящее время 32% детей в возрасте от 1 до 5 лет охвачены дошкольным образованием. В ближайшие 5 лет планируется увеличить это число до 50%. Посматривается охватить дошкольным образованием 100 тысяч детей. В случае увеличения числа заражений из-за пандемии занятия в отдельных школах могут быть временно приостановлены, но полностью закрывать учебные заведения не планируется. В новом учебном году также готовится учебник по общей тюркской географии. Цель – идеологически подготовить учащихся, прививать знания о тюркских государствах. Что касается школьной формы… Не соответствует действительности разговор, что пришедший в школу без формы учащийся не будет допущен в школу. Это рекомендательные правила. Также нехорошо, если учащийся придет в школу в любой понравившейся ему одежде. У директора нет полномочий заставлять школьника носить какую-то форму. Суть правила заключается в том, чтобы не было различий между учениками. В школе, будучи в форме, кто-либо не может показать себя богатым. Министерство не будет проверять, почему ученик не носит форму. Директор школы также не имеет права требовать ношения формы. На брифинге министр образования именам Рулаев также коснулся вопросов, связанных со студентами. Он отметил, что предусматривается увеличить дополнительно на 11 тысяч число студентов в вузах, довести до 10 тысяч количества студентов с высшим профессиональным образованием. Ожидается, что в текущем году около 50 тысяч человек станут студентами. В магистратуру предусматривается принять примерно 10 тысяч выпускников. В связи с образованием за рубежом обратилось 673 человека. В этом году на обучение за границу планируется отправить 400 человек. К концу этой недели процесс будет полностью завершен. В этом году около 10 тысяч студентов получат студенческие образовательные кредиты. В прошлом году из-за пандемии кредиты выдавались с середины года и охватили около 3 тысяч студентов. До конца 2026 года планируется выдать еще 25 тысячам студентов студенческий образовательный кредит. На брифинге также была затронута сертификация педагогов и другие вопросы. Отмечалось, что до конца года 137 тысяч педагогов пройдут сертификацию. К 68 тысячам преподавателей будет применена дифференцированная оплата труда. Количество школ с обновленной материально-технической базой планируется к 2026 году довести до 86%. На начальном этапе к сертификации будут привлечены учителя начальных классов. В реабилитационных центрах Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения для людей с ограниченными физическими возможностями в возрасте до 18 лет организован курс ипотерапии, то есть терапии лошадьми. Все подробности у Равшана Ильясова. При езде верхом мышцы человека выполняют те же функции, что и при ходьбе. Таким образом у пациентов появляется возможность пойти. Применение такой терапии совершенствует и ускоряет процесс реабилитации. Контакт с лошадью улучшает психологическое состояние человека, способствует социальной адаптации. Данная терапия играет большую роль в социально-психологической и физиотерапевтической реабилитации детей, у которых диагностированы аутизм с синдромом Дауна, церебральный паралич, нарушение речи, болезнь Паркинсона. Я покаталась на лошадке, выполняя различные упражнения. Я с ней подружилась и очень полюбила её. Мне понравилось её гладить и ездить верхом. У моей дочери церебральный паралич. Хвала Всевышнему, что есть изменения. После пятой процедуры она уже может самостоятельно ездить верхом. Сама держит равновесие и результаты очень хорошие. Впервые на такой терапии мы были в Украине и очень хотели, чтобы и у нас тоже появился этот вид лечения. Ведь лошади очень позитивно влияют на детей. Отметим, что на сегодняшний день процедуры по ипотерапии охватили свыше 30 человек. Ровшан Ильясов, Гахрамам Мамедов, Новости АС-ТВ. Введена в обращение с декабря прошлого года. Технические параметры обновлённых монет сохранены без изменений в соответствии с находящимися в обращении металлическими монетами того же достоинства. Обновлённые металлические денежные знаки будут находиться в обращении параллельно с находящимися в настоящее время в обращении монетами того же номинала и будут без ограничений использоваться в качестве средства обмена. На каждом клочке освобождённых от оккупации земель проводятся инфраструктурные работы, возрождаются города и сёла. Это один из факторов, ускоряющих великое возвращение. Естественно, что начавшееся Зангела на возвращение очень скоро охватит все районы и сёла. Так, влачение, являющимся одним из районов с плодородными землями, возрождается и развивается сельское хозяйство. Группа латчинцев, вернувшихся на родину 4 месяца назад, вновь приступила к своим традиционным занятиям, таким как пчеловодство и животноводство. Более подробно об этом в следующем репортаже. Мы некогда в мечтах представляли эти дни, а сейчас проживаем их наяву. Мы вернулись на свои родные земли. Завершим этот год обильным урожаем. Здесь настоящий рай Азербайджана. Шесть часов утра. Мы в селе Мерик Латчинского района. Мы любим заниматься пчеловодством. Эти рамки и воск покупаем в магазине для пчеловодства. Затем мы нанизываем на эти рамки, используемую для пчеловодства, проволоку и прикрепляем к ним воск. А остальную работу выполняют сами пчелы. Собирают спалить цветочную пыльцу и нектар. И переносят в соты. На протяжении 30 лет, пока был вынужденным переселенцем, я также занимался пчеловодством. Я собираюсь расширить производство. Здесь есть для этого все условия. На полях много разных цветов, которым нет цены в пчеловодстве. Это самое прекрасное место в Азербайджане для пчеловодства. Значительная часть населения Латчина занималась пчеловодством и животноводством. Мы очень любим свое дело, очень привязаны к нему. Мы с самого утра выполняем работу, связанную с пчелами, ежедневно распределяем воск по сотам. А вечерами, опять же заняты пчелами, собираем горные цветы, чабрец, лекарственные растения для чаев. Пчелы с этих растений также собирают пыльцу для меда. Таких растений нет в варанской зоне. Это, скажем так, новорожденная пчелка выпала из пчелиного улья. Пчела-матка разделяет пчел на две группы. Первая группа покидает соты, а оставшаяся выбирает себе пчелу-матку. Это и есть природное размножение пчел. Вот эту пчелку мы поймаем и поместим в улей. Там появится еще одна пчела. Весь скот, с шести утра ушедший на пастбище, уже возвращается домой. Там есть и скот дяди Ильяса. В 42 года покинувший родные земли, фермер Ильяс Амиралиев вот уже два месяца как поселился в селе Мереки и занимается здесь животноводством и пчеловодством. Здесь очень много зелени. В этом году у нас не было недостатка в корме для животных. Кот с утра отправляется на пастбище, а вечером, когда возвращается, начинаем их доить. Получаем качественное молоко. Хотим в дальнейшем расширить хозяйство, так как здешние пастбище очень плодородные. Большие территории и хорошая трава. В Украине 154-й день войны. Украинская армия, пытающаяся разорвать цепочку поставок российской армии на южном направлении фронта, восстановила контроль над еще двумя селами. Российская же сторона обнародовала потери Украины. Министерство обороны России сообщило об уничтожении свыше 100 ракет «Хаймарс», принадлежавшего украинской армии. Официальный представитель ведомства Игорь Коношенков сообщил, что при ракетном ударе по складу с оружием в Днепропетровске также обезврежено около 120 военнослужащих, охранявших объектов иностранных боевиков и специалистов. Кроме того, отмечается о гибели почти 200 военных украинской армии в результате удара высокоточной ракеты по заводу в Миколаеве. Коношенков сообщил также об уничтожении многочисленной военной техники и складов оружия, в том числе вертолетов и девяти беспилотных летающих аппаратов на разных направлениях фронта. А украинская армия, усилившая атаки на Херсонскую область, в очередной раз взяла на прицел основные маршруты обеспечения российских войск. По последним данным из региона, Антоновский мост через реку Днепр в ночные часы был взорван высокоточной ракетой. С другой стороны, сообщив об уничтожении четырех опорных пунктов российских войск Близ Керсона представители армии заявили о восстановлении контроля над селами Андреевка и Лазоев. Отмечалось, что в ходе боев были нейтрализованы до 90 военнослужащих противоположной стороны. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляк заявил о начале процесса освобождения территорий, потерянных в ходе войны. Он подчеркнул необходимость поставок оружия для ускорения этого процесса. Кстати, министр обороны США Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу Алексея Резникова в военной помощи. По его словам, Пентагон уже движется к тому, что в кратчайшие сроки доставить Украине обещанное оружие, в том числе Хаймерс. Отметим, что официальные лица Украины считают, что вооружение НАТО изменило баланс сил на поле боя. Министерство обороны этой страны сообщило два дня назад, что в прошлом месяце ракетами Хаймерс, поставленными США, было обстреляно до 50 складов с оружием, принадлежащих российской армии. Хадзар Абюлалиев, Ксения Анисимова, Новости АСТВ. 12 500 молодых людей в Армении числятся в качестве дезертиров. Об этом говорится в официальном сообщении военной прокуратуры Армении. Отправленные в краткосрочный отпуск, военнослужащие в большинстве случаев, не желая возвращаться на место службы, стремятся сбежать за границу. Некоторые родители отказываются отправлять своих детей в армию. Между тем, в еще одном преступлении подозревается бывший министр обороны Давид Танаян, нанесший многомиллионный ущерб госбюджету при закупке непригодного оружия и боеприпасов. Его считают виновным в получении взятки в крупном размере. В настоящее время наряду с Танаяном в следственном изоляторе находится первый заместитель начальника генштаба Степан Галсян, а также начальник главного управления военной авиации АВИТИК Мрадьян. Уважаемые зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий, а эфир азербайджанского телевидения продолжает очередной выпуск программы «Беля-беля и шляр». Не пропустите, всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова